Всем привет, Анапа-любители! Вы на канале Анапчани. Сегодня с вами я, Наташа. 26 апреля 2023. Просто замечательный день по погоде. Солнечно, преимущественно ясно. Температура воздуха 20 и более. И определенно сегодня можно в Анапе считать, сегодняшний день можно считать пляжным. Выходим с вами на набережную Высокого Берега, на уровне Анапского маяка. И по набережной пройдемся в сторону Малой Бухты и заглянем на пляжи в этом районе, чтобы, собственно, с вами наглядно убедиться, насколько сегодня комфортно отдыхать на пляже полноценно. Ну вот возле маяка, так называемая зона отдыха с лавочками, как видите, свободных мест мало. Люди наслаждаются долгожданным теплом. Здесь возле маяка проходят подготовительные работы в прилегающих кафе, кофейнях. Вот, кстати, одна из кофейн находится в историческом здании. Это памятник культуры. Это одно из первых зданий больного лечебницы доктора Будзинского. И, как мы видим, из-за того, что в здании находится коммерция, постепенно исторический облик памятника культуры теряется, потому что коммерция разрастается. Вот сейчас мы с вами видим, здесь наращивают какую-то площадку, террасу для летних столиков. Безусловно, очень приятно посидеть на набережной, на улице попить кофе с видом на море. Ну, прям одна из идеальных картинок отдыха в Анапе. Но другой вопрос, насколько далеко вот это все может зайти. А практика Анапы показывает, что коммерция вот так вот вроде бы заходит ненавязчиво по чуть-чуть, а потом начинает разрастаться, вплоть до того, что настраиваются вторые этажи, третьи этажи. И от маленькой кофейни, маленькой кафешечки уже не остается и следа. Большущее коммерческое сооружение. Друзья, я очень рада сама гулять по такой погоде и вам показывать наше замечательное синее красивое море под лучами солнца. То есть тогда, когда оно облетает красивый синий цвет. Потому что, как вы знаете, весна в этом году в Анапе была преимущественно пасмурная. И чего уж таить, притомило это. Поэтому вот такие денечки, ну, очень радуют. Не могу пройти мимо и не обратить ваше внимание вот на этот участок набережной. Здесь у нас с советских времен сохранился детский мозаичный городок. Со временем он, конечно, обветшал, в каких-то частях разрушился. И вот к этому сезону администрация курорта обратила внимание на такой позитивный уголок Анапской набережной и реконструировали, где надо. Залатали, подкрасили и навезли вот такой мелкой щебенки. Пока что перекрыто, проход запрещен. Но, думаю, совсем скоро уже можно будет сюда прийти с детками и поиграться. Сейчас выходим с вами на набережную санатория Малая Бухта. Здесь у нас внизу пляж. И мы можем прямо с набережной, с верхнего яруса посмотреть, как там обстоят дела на пляже. Так, человека, заходящего в воду, вижу. Нерешительно так заходящего. Предлагаю спуститься. И, думаю, нам самые-самые выразительные кадры закрывают вот этот навес. Как видите, лифт работает. Можно комфортно спуститься, не напрягаясь. Особенно это актуально при подъеме пользования лифтом. Ну что, друзья? Вот такая у нас обстановочка 26 апреля 2023. По одну сторону видно, люди посмелее разделись до купальников. По другую сторону люди еще не решающиеся раздеться в одежде. Но также размещаются, релаксируют на лежаках. А вот, а вот я думаю, центр сегодняшнего пляжного отдыха в Анапе. Малая Бухта. Ну, как вы понимаете, вот эта вот обозначенная дата 1 мая, как начало курортного сезона в Анапе, она формальная. Конечно же, по факту, несмотря на рекомендации, чтобы все парки, пляжи были готовы к этой дате, они не выполняются в полной мере. Ну, вот, на мой взгляд, Малая Бухта. Пляж Малой Бухты. Самый такой собранный кусочек в этом плане Анапского побережья. Самый комфортный. И, конечно же, здесь по этой причине мы с вами и можем наблюдать максимальное количество людей. И вот, друзья, на фоне такой идеалистической курортной нашей Анапской картинки я хочу вам рассказать о новости, которая касается многолетней истории, планирования, строительства. В соседнем с Анапским, в Темрюкском районе, промышленных химобъектов. 24 апреля 2023 губернатор Краснодарского края подписал распоряжение о переводе значительного объема сельхоземель в Темрюкском районе в категорию земель, промышленности, энергетики, транспорта, земель обороны, безопасности и иного спецназначения для размещения на них, внимание, перевалочного комплекса аммиака и минеральных удобрений мощностью 5 миллионов тонн в год. Экологи на протяжении многих лет удерживали местные власти опасениями о вреде такого строительства для экологии нашего Черноморского побережья. Но данный вопрос решается на федеральном уровне. Поэтому, как мы видим, теперь уже точка в этом деле поставлена и комплекс, на котором будут сосредоточены химические вещества, будет построен недалеко от порта Тамань. В свою очередь от Анапы. Это достаточное расстояние, и можно было бы не волноваться, но море у нас с Темрюкским районом одно. И, конечно же, некоторую тревогу такое соседство вызывает. А еще сложно не обратить внимания на планы, большие планы по строительству курорта Новая Анапа, который, кстати, будет намного ближе, чем наша старая Анапа к этому сомнительному объекту. Пока что море в Анапе, безусловно, чистое, мягкое, приятное, благоприятное, в общем, все, что можно про море хорошего сказать, мы говорим про море Анапы. Будем надеяться, что тепло, которое установилось сейчас вот в конце апреля, в мае, будет только нарастать. Будет все теплее, жарче. Море, о котором мы сегодня так много говорили, наше Анапское будет прогреваться и к июне прогреется до достаточных комфортных температур, чтобы можно было купаться всем, без исключения, без ограничения. Ну и, друзья, с вас лайк, комментарии обязательно по поводу тех, тем, которые мы сегодня затронули. И до новых встреч. С вами была Наташа, канал Анапчани. Всем всего хорошего. Пока.